Приветствую вас. Пожалуй, добавить что-либо к тому, что написал мой коллега, достаточно сложно. Вот. Хотя и можно. Безусловно, для того, чтобы понимать, что с вами происходит, для того, чтобы иметь представление о том, что с вами происходит, для того, чтобы отдавать себе отчёт в том, что с вами происходит, нужно тщательно изучить ваше состояние и его этимологию. Что это, по факту, значит? По факту, это значит только то, что ваше состояние нужно изучать. То, что это защитная реакция психики на какие-то события, скорее всего, которые у вас имели место быть, я, наверное, даже не сомневаюсь. Потому что, ну, дереализация, это, как правило, это всегда стремление уйти, да? Это всегда стремление избежать какой-то ситуации, да? Это всегда стремление, ну, по сути, дел отдалиться. И если выяснить, если выяснить, то какие именно ситуации, особенности привели вас в это состояние, а самое главное, когда оно, это состояние у вас началось, да, вот, то можно сказать, конечно, гораздо больше об этом. Потому что, потому что давать оценку того, стоит ли вам обращаться к, например, врачу или нет, исходя из того, что вы написали, для меня не представляется возможным. Слишком мало информации. Ну, естественно, может быть и симптомы у вас что-то значат, безусловно. Но, опять же, говорить о симптомах можно только лично на очном приеме, да, и исключительно только по факту. И не более того. Вот. Ну, по крайней мере, так это видится мне. По крайней мере, так это представляется мне. Вот. Вот. Ибо иначе, по-другому, да, ну, просто это всё очень голословно будет. Вот. Меня в целом заинтересовала только ситуация, согласно которой вы обратили на это внимание. То есть, вот, по какой причине вы и сами обратили внимание на то, что с вами происходит. Вот. Вот это вот, пожалуй, то, что мне интересно в большей степени. Вот. Я полагаю, что где-то в этом и кроется, значит, ответ на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Вот. Быть может, психиатры, если они ответят вам, смогут сказать больше. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что подпомог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку, вопросы. Я буду рад ответить вам на них. Вот. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.